Слава Украине! Приветствую от Полонского! Я думаю, все заметили за последние дни, как нет никакой реакции со стороны стран НАТО на различные поползновения со стороны путинской России. И вот что я имею ввиду. Даже не вот эти пресловутые налеты шахедов, которые просто один за одним вторгаются в воздушное пространство Польша, Румыния, теперь вот уже Латвии, и летают там как у себя дома, и никто на них даже не дышит. Более того, знаете, вот эти инциденты просто тупо замалчиваются. Тут как будто ничего не происходит, да? Вот, но не только же это. Вы посмотрите на акты саботажа на промышленных предприятиях, в основном в Германии, да, в Чехии тоже. Какие-то поджоги непонятные. Ничего. Реакции 0,1. Только же десятых. Хотя абсолютно понятно, кто это сделал. Абсолютно понятно, что они пытались этим... Что они этим пытались нанести ущерб военно-промышленному комплексу той же самой Германии. И никакой реакции. Ну вот, как-то странно, да, это все выглядит? Да, но вот с точки зрения некоторых обозревателей военных, странного ничего нет. И вот это никакая, я бы сказал, даже никакущая реакция западных стран, она имеет под собой основания. И вот что говорят обозреватели, какое именно обоснование. Смотрите, если... Ну, это то, что они говорят. Ваше дело с этим мнением соглашаться или нет, и делать свои выводы, да? Итак, плюс-минус говорят такую вещь. Смотрите, если сейчас начать сильную реакцию, будем говорить так, адекватную реакцию на вот эти акты саботажа, попросту их давайте назовем враждебные акты со стороны путинской России, то это сильно разбурхает местное гражданское общество. То есть полетят одна статья в прессе, другая статья в прессе, та будет с тем ругаться и требовать каких-то действий. Эти будут требовать, соответственно, других действий и так далее, и так далее. Кто-то кого-то будет обвинять. В результате будут требовать усиления военных усилий соответствующих стран. А откуда их взять? Ну вот мы слишком много даем помощи Украине, надо бы оставить это все у себя, тогда мы будем сильнее и будем здоровее, как говорится, в военном плане, потому что мы слишком много отдаем Украине, соответственно, оставляя свою спину неприкрытой. Вот этого, собственно говоря, не хотят допустить с точки зрения западных военных обозревателей некоторые страны. Ну, прежде всего, конечно же, Германия, ну, Польша в том числе, Румыния, ну, Румыния и Латвия, я здесь говорю, они просто идут в формате общей, как бы, политики. То есть, вот, много шума из-за тех событий, которые происходят, навредят в результате усилиям европейских стран помогать Украине. Вот такое вот у них есть мнение. Правильное оно или неправильное, ну, как вам сказать, в принципе, в принципе, может быть, что-то в этом есть. Ведь, смотрите, когда мы идем в Курскую народную, да, нам тоже максимальный нужен медийный эффект от той же Курской народной с тем, чтобы там Путина поднимали на вилы, кричали ему, ну, шо ж ты скотина такая, а ну, давай, защищай Родину. А Путину нужно что? Чтобы продолжать атаки в Донецкой области, ему нужно максимально спустить вот этот вот, да, накал по поводу Курской народной и вообще сказать, какая Курская? Нет, у нас такой никогда не было. Не знаю, шо это. Понимаете, о чем я, да? То есть, Путину нужно показать полную неважность Курской области, сказать, что вообще-то Кемская область забирайте, вот, с тем, чтобы продолжать максимальное усилие, например, напряжение и делать где? Правильно, в Донецкой, вот. А чтобы это он имел возможность сделать, соответственно, в Курске он должен, ну, так, ну, да, ну, вроде бы что-то делать или имитировать делание, да, понимаете? Вот. То есть, в принципе, мы где-то видим приблизительно одинаковую политику. Путину важно замолчать Курскую народную, а Западу важно замолчать вот эти вот российские налеты шахедами, чи еще чем там, чи какие-то акты саботажа, которые там происходят сплошь и рядом, там и сям, с тем, чтобы от них, в его случае, никто не требовал немедленно освобождать курдов, а в этом случае, чтобы никто не требовал немедленного усиления собственной армии сил безопасности. Ага, средства откуда возьмем? А средства возьмем у помощи, которая идет в Украину. Ну, вот такое вот мнение имеет место быть. А что вы думаете по этому поводу?